Лучшие самые важные профессии воспитатели детских садов. Гранты в размере 110 тысяч рублей получают 25 педагогов. Те, кто всего лишь хорошо работает, то есть грамотно реализует основную программу дошкольного образования. Конкурс проводится в рамках нацпроекта. Воспитатели лично поздравляют Валерий Шанцев. Конкурс себя уже показал, он уже становится определенным таким стимулом для того, чтобы совершенствовать свою деятельность. Но потом не всегда все материальное определяет отношение к делу. Самое главное, чтобы все вас увидели, все поняли, что в равных условиях можно работать гораздо лучше и качественнее. Всего в области 1300 детских садов, где работают 11,5 тысяч воспитателей. И что же надо сделать, чтобы твою работу признали лучшей? Победители не скрывают. Надо просто-напросто любить детей, с которыми работаешь. И считать каждого ребенка своим. Ответить на их все 100 тысяч почему. И тогда, я думаю, обязательно станешь лучшим воспитателем. Конкурс проводится и среди самих дошкольных учреждений, внедряющих инновационные образовательные методики. Гранты в размере 100 тысяч рублей получают 22 детских сада, причем большинство из области. Сегодня огромное внимание уделяется материально-технической базе детсадов. Разработаны десятки программ, в частности по ликвидации очередей. Напомню, к 1 января 2016 года получить дошкольное образование будет возможность абсолютно у каждого ребенка. На данный момент не хватает 14 тысяч мест. Но уже в этом году очередь сократится больше, чем наполовину. Решаются и кадровые проблемы. Дело не в инновациях. Дело в том, что у нас дети стали другими. У нас возможность обучить ребенка стала гораздо выше. И преподавателям стало интересно. С повышением заработной платы к нам стали возвращаться те, у кого были сложные ситуации. А самое главное, к нам пошли лучшие медалисты сегодня в педагогический университет. У него самый высокий балл по ЕГЭ, чуть ли не по всей стране. Из-за того, что у нас есть программа поддержки молодых специалистов. Кстати, само название «Детский сад» дошкольным учреждением дал немецкий педагог Фридрих Фребель. Он оказал на символическое сходство детей с растениями, требующими умелого и тщательного ухода. Тех, кто выращивает цветы жизни, официально стали называть садовницами. Садовников тогда, как и сейчас, не было. Ксения Адольнова, Василий Низов, Объективно, ННТВ.